Всем привет! В эфире Заметки Черкесии и сегодня у нас обычный стандартный очередной выпуск, посвященный родовой фамилии Лоовых, абазинскому княжескому роду, довольно давней истории. Итак, Лоовы. Они же в абазинском языке звучат как Лау, в русской транскрипции это Лоовы, естественно, Ляужевы и Тлеужевы. Согласно самой распространенной теории происхождения этой фамилии, они происходят от абхазской царской династии Анасидов. В ее названии отражено слово Леон, так и звали нескольких правителей абхазского средневекового царства. Считается, что Лоовы, они однородцы абхазских княжеских родов, ну множество, да, там перечислять их долго не будем. Некоторых грузинских родов, в частности самых популярных известных это Ачба. Современные кабардинские фамилии считается, что Ляужевы и Тлеужевы произошли от родовой фамилии Лоовых, а также адыгейская фамилия Шекультирова. По одной из версий также абазинской ветвью является род Тамбукаевых. Тамга рода Лоовых, она изображает свой круг, который ставился в виде Солнца. Круг Солнца обозначал. Ставили ее на правом ядре животного Татангум. Такой же Татангум был род Дудоруковых и абхазских феодалов Чальба, которые ставили на лево лопатки животного, что может восприниматься как давняя связь родовая между этими родами. По одной из легенд считается, что в 1211 году грызинский царь Давид силой покорил абхазское царство и при помощи военной Византии сверг род Леонидов и после него стал править род Чачба абхазский, который стал в свою очередь обладателем вот этой Тамги царской круга. До 14 века Лоовы владели довольно обширными территориями так называемой Малой Абхазии, то есть это побережье от примерно реки Шахе до, собственно говоря, территории непосредственно Абхазии. И у них был родовой центр в поселке Лоу. Собственно, современный поселок Лоу, там у них с древнейших времен церкви были руины, которые до сих пор видны в Лоу христианской церкви. И там они со своими крестьянами в общем-то проживали долгое время, пока их где-то начиная даже с 15-го, наверное, века не начали вытеснять постепенно оттуда убыхи. В результате чего этот род Лоовых со всеми своими крестьянами вынужден был переселиться на северные склоны Кавказа, то есть перейти на ту сторону и там расселиться вот на территории, скажем так, сначала Высокогорье, образовав отдельную группу этническую абазинов Тапанто. Тапанто по одной версии переводится как шестиродные. К самым известным их поселкам относится Красный Восток на реке Куме, до советской власти он назывался Гвым-Локт, то есть аул Лоовых на Куме. И аул Кубина на реке Кубани, называющийся Кубина-Локт, аул Лоовых на Кубани. Собственно говоря, они впоследствии, селяясь из Высокогорий, в перемешку стали селиться с черкесами, в частности, кабардинцы, беслинеевцы, стали перемешиваться с ними, у них появлялись общие семьи. Известно, что были такие попытки у них выделиться, понимая, что они начинают растворяться в среде черкесской, что они начинают переходить на язык черкесский. Были попытки у них как-то выселиться, обособиться, но не сильно это, по легендам не получилось, потому что, как бы, очень многие к тому времени уже были в родственных связях с черкесами и, в общем-то, им не очень-то и хотелось эту связь рвать. В 1084 году под давлением царских властей лоовцы вынуждены были уйти за Кубань, тогда это была территория Османской империи, но через год оттуда на Куму вернулись аулы князя Явлит-Гирея Лоова, а в свою очередь там остались аулы Исмаила и Козилововых. То есть такое первое разделение военное было. В 1181 году часть аулов вот этих самых деблет-Гирея Лоова и Козиле Гирея Лоовых, а также аул Трамова передвинулись реки Кумы к станице Яссентукской, это во времени уже казачьи к станице, где прожили до 1823 года, когда вот эти аулы были разорены. Там дело в том, что как бы царская правительство целенаправленно выдавливала за линию к югу от линии. Ее линия естественно проходила южнее вот этой его пятигорья, так называемого Минвод, и оттуда как бы выдавливали и кабардинцев и, соответственно, Абазин. В 1860-х годах после войны около 70 семей из изорудоловов выселились в Турцию по итогам Кавказской войны, где образовали сильные локт в районе города Кесари. Меньшая их часть осталась на родине, образовали они теперешние селения в Карачаево-Черкесской республике в Бадинском районе. До конца 1867 года в низовьях Тиберды также оставалось существовать еще одно лоовское поселение. Во главе общины Абазин, как правило, стоял князь Аха, был самым старшим представителем княжеской фамилии. После реформы 1968 года старшины его стали избирать на общем сходе. На два года при этом царская администрация могла снять его досрочно и предложить выбрать другого старшину. При этом считается, что вот после Кавказской войны с 64 примерно по 77 году численность Абазинтопанта составляла не более 10 тысяч человек в России. Собственно, фамилия Лоовых. Из более-менее известных представителей рода Лоовых, как правило, из сословий Аха князей, можно отметить следующих. Самый первый из известных, по крайней мере в источниках русских представителей Лоовых, называемый Таннащук Лоов или Левов. Он отметился в источниках тем, что в 1552 и в 1555 годах участвовал в делегации в Москву, от северокавказских именно Абазин, вместе с кабардинской делегацией Жанеевской, к Ивану Грозному, где просил помощи военной именно против турок и против крымских татар. Тут стоит отметить, что, на самом деле, там несколько все глубже в этой ситуации, поскольку, в общем-то, и кабардинцы просили, ну, о том же, да, и Жанеевцы. Но у Абазин еще было одно требование изначально, связанное с тем, что они как-то хотели выделиться, обособиться от кабардинцев, которые их вот в то время уже практически в подчинение взяли. То есть, по сути дела, кабардинцы ввели именно такую политику, как Абазин, как малого народа, при соединении ассимиляции к себе, к своим землям, что с годами только усиливалось. И во многом Абазинские просьбы к русскому правительству составляли позже, уже после победы, скажем так, над крымчаками, представляли собой просьбы о защите от кабардинцев уже, в том плане, что как бы Абазины хотели сохранять свою собственную самостоятельность, а кабардинцы уже этого им не давали, во многом военной силой. Следующий представитель княжеского рода Кумургуклов в 1634 году также точно с делегацией прибывал в Москву с просьбой взять их в подданство, абазинские земли, под защиту русского оружия. Его старший сын Саральплов, в частности, принимал участие в совещаниях, проходивших в районе пятигорья с кабардинскими нагайскими князьями, по вопросу примирения с царской властью именно той партии, которая выступала против России. И вскоре после этих совещаний, для принесения присяги московскому государству, в царский русский городок Терки, в Малой Кабарде пребывал Олегук с нагайцами, это князь нагайцев, и абазинский князь как раз Саральплов. Перейдя чуть дальше по времени, в XVIII век был такой абазинский князь Касайлов, который в 1742 году мстил нагайцам. Дело в том, что на тот момент кубанский нагайский Сираскир неудачно попытался взять дань с абазин, живших на Кубани, и угнал их лошадей, принадлежащих княжскому роду Лоовых. При этом абазины успели настигнуть их у реки Лобы и в сражении убили до 100 нагайцев, потеряв сами около 80 человек, в том числе там погиб этот самый князь Касайлов, но в общем-то нагайцы могли отмстили тогда. Следующим отметился в 1787 году абазинский князь Саралилов. В тот момент шла русско-турецкая война и около 5000 кабардинцев воспользовавшихся этим, что идет война, выступая на русской стороне. Переправились через реку Кубань и силой переселили оттуда часть абазин Тапанта на левый берег верховья речки Кумы, в подчинении к себе. Это вызвало конфликт абазин и кабардинцев, довольно серьезный конфликт. В результате этого конфликта сильнейший абазинский князь Саралилов, он в том же году, а не точнее, он через два года выступил против этого кабардинского решения и вопреки запрету снова переселился с Акубань, со своими людьми, но в общем обошлось без правопролития большого. Дальнейшие события к началам Кавказской войны у абазин проходили очень схоже с их соседями, то есть это постоянные стычки с русскими войсками, вызванные тем, что они стали перекрывать им сообщения между их аулами, постройкой крепостей на Азово-Маздокской линии. Вот эти многочисленные экспедиции, в том числе казачьи, в глубину территории предгорья горные с разорением абазинских аулов, при этом там как бы можно примерно распределить, вот допустим был такой Джамбулат Лоуф, он сын как раз Касая Лоуфа, он в 1790 году пытался вместе с братом Сарали вернуться на Куму с Кубани, где они жили в общем-то более-менее независимо в Черкесии, к кумским именно абазинам, пытаясь уговорить уйти туда на Кубани обратно. Причем вот этот участок на Кубани, он был уже в подчинении в подданстве русским подданстве, и вот эти кумские абазины ему отказали, потому что они пытались проводить вообще независимую линию, то есть они не хотели бы не подчиняться ни русской власти, ни кабардинским князьям, и как бы и с теми, и с теми постоянно воевали. И, соответственно, им тоже отказали они тогда. А с другой стороны, его сын Ату-Джук Лоуф, он как раз таки согласился на переселение. В то же время, средний сын Джамбулата Девлет-Гирей Лоуф, например, в 1813 году выражал активное недовольство с политикой царской власти, в частности генерал Дель-Поца, высказывал претензии в том, что их требования не рассматриваются, их игнорируют, что это вызывает волнение в народе, и в частности, вызванное именно, допустим, воровством со стороны казаков, то есть они делали набеги казачьи на аулы абазин, и эти как бы мирных причем абазин, вроде бы как покорившихся, и эти претензии по поводу этих действий казаков, они не рассматривались, что вызывало волнение. Так, в общем-то, вот все хуже и хуже становилась обстановка, то есть с продвижением русских войск в Кабарду, на территории в том числе и абазин, которые проживали в Кабарде, все сужался этот ареал свободных земель, естественно абазины, как кабардинцы, точно так же сражались, пытались сражаться с русскими войсками, но ничего у них, в общем-то, в итоге не получилось, и они были покорены. Особую роль в истории рода Лоовых являет собой князь Мухаммад Гирей Лоов. Он же Мухаммад Гирей, Мухаммад Гирей, Мухаммад Гирей, ну и так далее. Мухаммад Гирей родился в 1810 году в ауле своих братьев Девлет Гирей и Калегирей Лоовых, который в то время располагался между Кисловодском и Синтуками. Там же рядом был еще в аул Трамовых, до 1932 года. И здесь он в детстве, находясь рядом со станицами казаков, как бы общаясь в общем кругу с детьми казачьими, он научился русскому языку. В 1927 году он окончил Георгиевскую гимназию и с 16 лет поступил на службу в российские войска волонтером. Первое же отличие свое получил в 1930 году уже. И к 1932 году он вернулся на Куму, в свой родной аул. Но в связи с тем, что Абазин оттуда власти выселили, то он как бы вступил в конфликт с российской властью и какое-то время скрывался за Кубанью от непокорных, так называемых Абазин, то есть Абазин не подчиненных российской власти и не перешедших в ее подраст. Вернуться ему на линию и помириться с русскими властями помог русский разведчик граф Тарнау, заказанный ему помощь в окончании разведки в первом походе из Абхазии на Кубанскую линию. Но дело в том, что как бы такое отличие, ну казалось бы, вроде бы наградили за вот помощь Тарнау, но на самом деле логика у российского правительства была несколько иная в этих наградах. Им нужно было примирение с лоовыми для того, чтобы выделить неких князей абазинских, которые могли бы уговорить население вот как раз полностью выселиться из пятигорья. Все эти аулы мирным способом. В частности князья Аслан Гирей, Эдирьк и Мамад Гирей, собственно Мухаммад наш лоов, бежавшие с Кумы в 28 году скрывались тогда на Большом Зеленчуке с большим числом приданных ему здений и оттуда делали нападение на русскую линию. Но вот после того, как Тарнау обелил себя в глазах русской власти, в мае 1935 года всем этим трем братьям было поручено встретить и обеспечить безопасность Тарнау в его следующем походе в Черкесию на разведку. Граф Тарнау вспоминал, что из всех встречавших его лоов он особенно обращал на себя внимание, потому что был молодой, такой статный, красивый. С первых минут знакомства он чрезвычайно ему понравился и внушил желание привязанности к себе. Ну и в том числе из-за того, что он хорошо писал, читал по-русски, то есть был образованным человеком. И Тарнау просил его быть своим переводчиком в его походах за Кубань, туда в Черкесию. В 1936 году Мухаммад Гирей командует отрядом горцев под Кисловодском. При этом да, Тарнау действительно помогал в качестве толмача, там была такая у них легенда, что Тарнау он чеченец, якобы чеченский, который не знает черкесского языка, он пришел на переговоры, едет в Сочи к владетелям сочинским. Вот такая легенда была, которую поддерживали они. И вот в 1936 году граф Тарнау, когда вышел в третий свой поход в Черкесию, должен был пройти по всему побережью уже, то есть если в он был захвачен в плен за кубанским навреком Хаджи Джансаидом. В этом походе также Мухаммад Лоу был переводчиком, но дело в том, что их как бы так получилось, что они их прознали когда и Мухаммад Гирея должны были убить. А Тарнау захватили в плен, но так случилось, что был друг у Мухаммад Гирея, который все это прознал и он его предостерег, в общем-то немножко разделив их партию в самом конце. Тарнау захватили в плен, а собственно под ружье поставили Мухаммад Гирея и он в общем-то общаясь с Тарнау, он вынужден был сказать, что он не имеет к нему никакого отношения, поскольку его бы иначе убили. Тарнау как бы его простил, он понял эту всю ситуацию и в общем Мухаммад Гирея отпустили и он спустя 10 дней предупредил о пленении Тарнау, в общем передал местонахождение этого плена, что позволило его через несколько лет все-таки вызвать оттуда. Собственно это и позволило оправдаться Мухаммад Гирею перед русскими властями за пленение Тарнау. В 1937 году Лоов участвует в приеме Николая I депутации народов Северного Кавказа в Ставрополе, в то же время отмечено, что Лоовы и в частности Мухаммад Гирея жаловались русскому правительству на то, что у них не получается выселить всех абазин из пятигории, они не хотят подчиняться им и для того, чтобы исполнить полноценно вот эту задачу им понадобится помощь русских войск. Ну и собственно при помощи военных в 1939 году Лоовы переселили все-таки все эти кумские аулы, абазинские куч кульгаре на верхней Кубани, где они объединились, составили второй абазинский аул на территории Карачаево-Черкесии, Лоово-Кубанский. Некоторые из Лоовых из-за стычек вынуждены были бежать на лобу князю Айтеку Конокову. Во время русско-турецкой войны, в частности во время сражения с турецкими войсками Батал-Паши в 1943 году в составе горской команды, а Мухаммад Лоов отличался в боях с турками. В 1948 году он уже дорос до штабс-капитана, подбирал себе горцев для службы в лейб-гвардейском кавказском горском полуэскадроне и кавказском горском конном дивизионе, который участвовал в боях в Варшаве. В чине штабс-капитана в апреле 1950 года Мухаммад Гирей отличается в делах уничтожения ряда аулов, в частности Хирписовского аула, и благоразумение при переселении урубских кабардинцев с башлебайцами на реку Большой Зеленчук. То есть мы видим, что здесь он уже участвует непосредственно в рамках высшей военной власти русской администрации на Кавказе после уже покорения кабардинцев во время борьбы с вольными кабардинцами. За вот эти все действия он в 1951 году получил уже должность капитана. В 1953 году в качестве помощника командира кавказского горного дивизиона конного его отправили на службу в Варшаву, где он участвовал в подавлении польских восстаний в числе многих кавказских начальников, которые туда перевели. В 1956 году участвовал депутатом от абазинского народа в торжествах по поводу коронации императора Александра Второго. Там его наградили множеством высших наград военных. В 1961 году даже присвоили уже звание полковника. И осенью он был представлен сопровождать Александра Второго на Кавказе в качестве переводчика, когда он встречался в землях абазехов с представителями черкесов, где произошел тот самый вот этот разговор у него Александра Второго с старшинами черкесскими о том, что либо вы подчиняетесь русской власти и переселяетесь на Кубань, либо выселяетесь в Турцию. Чего они не приняли, естественно. После отмены крепостного права и проведения земельной реформы многие знатные фамилии абазин получили земельные участки. Каза императора как раз таки Мухаммад Гирилова в 1961 году, где был наделен довольно обширными участками земли в 22 тысячи гектар, из которых 510 наступил родному аулу и почти столько же переселенцам осетинам, то есть современного поселка Коста Хигатуру. Уволен у службы был в 1963 году, после чего его утверждили страшное ауло вот этого кубанского аула Абазинского, Кубинлокт. Там у него родился сын. Известно, что в последние годы жизни он занимался активно строительством дорог в Кубанской области. В 77 году в войне с Турцией участвовал даже в формировании сотен для кубанского горского полка. И в 80-м году, через три года после этой войны, он умер, был полохоронен в том же самом ауле. Считается вот как бы лицензии на его жизнь. Считается, что он всю эту свою историю старался лавировать между интересами собственного народа и вот этим давлением внешним сначала кабардинских князей, позже уже более усилившимся давлением российских властей. То есть какой-то такой баланс интересов для того, чтобы не подпасть под полное уничтожение. Каток военной машины, который мог в общем-то снести абазин с северно-кавказских ввиду их малочисленности. Совсем, как это стало с теми же убыхами, допустим, абадзехами. И как бы вот это вот его история связана с тем, с вот этим стремительным ростом во всю жизнь военной карьере в рамках Российской империи и при этом ну такое участие в общем-то в переселениях абазин, но при этом с сохранением их прав определенных. Оно как бы отличало его своего рода от многих других представителей рода Лоовых. Собственно говоря, и как итог благодарность потомков о том, что он хоть как-то сохранил эти абазинские аулы именно на северных склонах Кавказа. В отличии, допустим, от тех же южных абазин, которые в большинстве своем выселились либо смешались с соседями, абхазами или адыгами. То есть на сегодняшний день мы имеем пустоту, пробел в территориях бывших южных абазин, которая была опустошена полностью и заселена уже совсем другими народами. На этом все. Оставляйте комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Предлагаю пообщаться, более расширить тему Лоовых, потому что такая она немножко сумбурная. Информации по ним не очень много, каких-то таких исследовательских работ недостаточно. Если у вас что-то есть, прошу оставить в комментариях, будем дополнять этот выпуск. Всем пока.